всем привет я полина вы меня в гостях на моем канале сегодня пришло время проверить что происходит с посаженными цветоносами не только я сажаю не только химеры но и красивые если цветы у какого-то сорта который мне нравится то я эти цветоносы тоже сажаю например если это фантазийный сорт и какая-то необыкновенная там фантазийность было то я этот цветонос посажу обязательно если это сорт махровый и просто вот какой-то необыкновенной махровости то я тоже его посажу вот но вы должны быть готовы к тому что не все цветоносы выживут и дадут деток бывает что они погибают бывает от того что там переувлажнение но наверное не у всех есть возможность каждый день проверять и смотреть что там происходит поэтому я всегда рекомендую посадить больше чтобы все-таки не потерять сорт и получить то что вы хотите ну давайте начнем смотреть что там такое я начну с этих двух тепличек я чуть-чуть приоткрыла на не на некоторое время поэтому ничего страшного что я сейчас их открыла совсем вот что здесь происходит так вот это у меня просто на реанимации стоит поэтому я этот горшочек отложу а вот здесь вот что происходит это у меня не первый раз я такое вижу вот такие вот заросли травы какой-то вот так вот вырастает иногда вот вы видите огромные кусты такие вот но это ничего страшного я обычно вот так вот удаляю их потихоньку и они не мешают я просто давно не заглядывала сюда и они вот такие вот выросли прямо огромные совсем вот но в этом горшочке еще не так а вот здесь просто вот такой вот куст как вы видите просто кошмар вот и такие корни у них прямо чтобы у моих орхидей были такие сильные корни какой-то травы посмотрите как вцепилась в мох и не оторвать даже но выброшу вместе с этим хом конечно вот и что здесь так и что здесь происходит но происходит здесь то что еще никаких деток не появилось это бакай cranberry sparklers но я посадила это 16 ноября двадцатого года вообще-то уже пора было бы хоть что-то показать но по крайней мере хоть это они не погибли они такие у них тургор есть и видите как листики при листнике вот не опали все нормально значит буду ждать ну что делать так теперь что здесь ага это лебедская полина спорт и вот здесь появились появился один единственный и одна единственная деточка а там еще вот что-то лезет сейчас я покажу вам вот здесь в этом при листнике тоже есть что-то но я думаю что мне придется пересадить в другой грунт в свежий потому что уж очень давно она сидит у меня 27 августа было я ее посадила но по крайней мере она мне дала детку правда вот это очень здорово и я очень хотела получить этот сорт он меня что-то плохо растет последнее время так значит это пойдет на пересадку но с этой я уже сказала ничего я делать не буду просто буду ждать так теперь что здесь здесь так вот посмотрите прямо борьба с сорняками на полях господи ты боже мой так ну хорошо ладно я уже только большие уберусь все чтобы вам было видно вот так ой а здесь по моему у меня мох начал расти это здорово такого меня еще не было это мог был не живой а засушенный такой но вот он начал расти ну и хорошо так что здесь а здесь появились детки детки это хэппи крикет но детки совсем махонькие поэтому ни о какой рассадке еще речи быть не может вот и так эти вот траву эту надо троим трава как я ее называю надо убрать вот и вы видите здесь один единственный цветонос и он дал по детки из каждой пазухи прилистника то есть все здесь хорошо но мне не нравится что красноватые листья я не написала когда я посадила 10 даты нет это 16 августа это видимо было в один день с другими я сажала вот но в общем надо ждать еще раз я думаю что это я тоже пересажу свежий мох и посмотрю как она дальше будет они будут дальше расти так теперь что у меня здесь у меня здесь nk лилон лила лила я не знаю как правильно произнести вы извините если я не так сказала так один цветонос погиб но я вам говорила что это нормальное явление в принципе потому что никакой гарантии что они все выживут никогда нет и вот здесь что я вижу вот здесь вроде бы бутон лезет а мне не бутон нужен а мне детка нужна потому что я сажала самые красивые цветы цветоносы самых красивых цветов но здесь тоже что-то растет я буду ждать это было 12 декабря двадцатого года так что вовремя появились что там не появилась детки или цветоносы то есть там все нормально я просто буду ждать когда они подрастут и посмотрю все таки что же там вырастет теперь здесь ну вот здесь меня как-то немножко расстроила это пинг тюллип вот и я посадила три цветоноса самых красивых цветов естественно от самых красивых вот вы видите здесь две детки прикорневые но так как это не химера то сто процентов будет такой же сорт как и должен быть поэтому я буду сажать все детки вот а здесь вот одна деточка уже растет тоже видите вот здесь пока я ничего не вижу не линия там тоже есть какая-то маленькая массе пусечка но посмотрим короче здесь тоже надо будет ждать сажала я 7 октября и вот все таки краснота какая-то есть значит им не очень нравится этот субстрат потому что вы видите я посадила в субстрат а не в мох ну я боюсь сейчас трогать я дам им подрасти немножко а потом все-таки пересажу в свежий субстрат теперь что здесь здесь ли и таня лебецкая таня ли е посадила 2 ноября двадцатого года и пока никакого движения я здесь не вижу абсолютно то есть у меня этот сорт как-то очень медленно растет я не знаю это особенность этого сорта или нет но вот он у меня как-то не скороспелка скажем прямо так теперь что здесь у меня а здесь у меня а это тристан тристан тоже там что-то уже пытается вырастить вот там чуть-чуть видно маленький маленьких такой пупочка есть это было тоже 20 28 августа то есть ему тоже нужно обязательно пересадка вот так что я буду пересаживать но наверное я все-таки сделаю отдельное видео о пересадке этих цветоносов потому что это совсем другая тема а сейчас я возьму следующий а следующий контейнер я много раз говорила что я всегда работаю с одним сортом на подносе вот но так как они у меня все по контейнером стоят я их не вытаскиваю поэтому меня может быть и не один сорт а это вот ли и таня вот я вам любецкая таня вот я вам показываю ведь он тогда она тоже вот какая-то все ей надо пересаживать ее чтобы она росла получше так этот сорт что у нас здесь это у нас кирли кирлис ойшин посажен он 26 сентября я вот думаю что надо будет опять наверное и видите как он и не погиб и ничего не дал пока я думаю что я опять сбрызну его этой жидкостью специальной чтобы детки побыстрее появились вот эта жидкость вот так вот я просто сбрызнула один раз и все но вот я вам покажу сейчас вот она вот купила на амазоне я уже это показывала да и наверное все таки мне придется посадить субстрат этот черенок потому что он как-то ничего не делает а это неправильно надо расти и давать деток так но на кого здесь порадоваться можно а это н.к. лилок лила вот посажен он 23 ноября и посмотрите уже какая детка там вот но правда 1 правда только 1 ой ногти в земле но с этим ничего не сделаешь как говорится у нас грязный бизнес постоянно приходится возиться земле только приведешь порядок начала работать и опять все в земле опять так значит здесь что как вы видите прилистник вот такой вот с тургором прекрасный все вот но вот из этого прилистника вот только сейчас там какая-то точечка есть но так как как вы видите это очень крепкий сильный такой цвета цветонос который уже даже вот эта детка вон она выпустила корешки вы видите так этот корешок откуда да да это от от детки корешок уже но это такой сорт знаете на него ориентироваться нельзя потому что это сорт но необыкновенно сильный и так как он растет нельзя говорить что все должны так расти так что вот с ним все нормально пускай он у меня здесь сидит в чем сидит как вы видите он сидит в субстрате они во мхе вот и прекрасно себя чувствует то есть к чему я говорю что если вы сажаете цветоносы то необязательно сажать в мох можно и в субстрат теперь это вот у меня остин спорт вот пожалуйста посадила в один день там уже большая детка а здесь только вот что-то лезет маленькое маленькая маленькая но и корешки вот вот видите а я его вала мало но ничего страшно еще вырастут вот так вы пожалуйста не говорите что я варвар что я сломала оторвала этот корешок и говорю что ничего страшного конечно ничего страшного они вон себе растут и будут продолжать расти но вот мне кажется что здесь растет бутон вот это бутон это не детка вот а здесь два листочка это детка но точно можно будет сказать только через какое-то время когда это все там раскроется конечно я опять покажу вам чтобы подтвердить слова которые я говорила раньше так что у нас это это лебедская вега вот тоже непонятно что с ней происходит вот сидит себе не погибает и не растет это тоже 23 ноября я сажала это же ничего пока нет ну вот так вот я сейчас сбрызну может быть это поможет тоже надо ждать что я очень люблю наверно никто не любит ждать правда ведь так теперь у меня здесь а кинг стрэжерс кинг стрэжер вот видите что он творит этот кинг стрэжер детку вроде выдал маханьку и но с одним листочком почему-то но зато вот целый веер корешков сверху растит не знаю я но я должна ждать и посмотрю что будет дальше потому что я очень хочу этот сорт и я посадила самый красивый цветонос от самого красивого цветка поэтому здесь вот у меня никаких вариантов я должна спокойно ждать когда он выдаст мне детку ну вот последний контейнер и там растет mind games вот но это смотрю и душа радуется просто во первых это прекрасный сорт я уж так чтобы раскрасить видео ставлю фотографии как он цветет вот но как вот написан посмотрите вот mind games это сорт пола сарана и я его просто обожаю этот сорт он очень красивый как вы видите дал детки уже дал деток уже вот здесь по моему даже не одна а здесь одна и вот здесь вот еще вот там у них хочу острым и там тоже еще одна лезет и здесь тоже но я так понимаю что это у меня будет уже не на этот сезон потому что детки пока они вырастут это займет еще несколько месяцев пока я их отсажу пока они придут в себя так что придется подождать конечно а теперь как я обещала я показываю фотографии прекрасного сорта mind games чтобы посмотрели как он красиво у меня цветет и на этой красивой ноте на сегодня с вами попрощаюсь пожелаю вам всего самого доброго будьте живыми оставайтесь живыми здоровыми и ваши семьи тоже и все ваши друзья и близкие и пусть ваши цветы все 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 будут пышно цвести и не давать вам никаких проблем заходите ко мне в гости оставляйте лайки если вам понравилось и мое видео вам пригодится всего всего-всего самого доброго пока пока